Здравствуйте, дорогие подписчики и отпишек! Забавная особенность Штурм Тигра я заметил. По карточке Штурм Тигра пробивает 83 мм, но на практике может пробить и все 200. Казалось бы, тротила много, оно и должно пробивать много. Но не все так просто. В игре у всех осколочно-фугасных боеприпасов, коим и является снаряд Штурм Тигра, в карточке есть показатели бронепробития. И у всех таких боеприпасов показания в карточке и в бою совпадают, но не у Штурм Тигра. Для наглядности я провел тесты в полигоне. Т-54-49 и 47-го года выступили в роли подопытных. Как вы видите, и 100-мм ВЛД, и 120-мм ВЛД спокойно пробиваются со Штурм Тигра. А вот РБТ-5 с точно таким же пробитием уже не может пробить ни 100 мм, ни 120. Так как его пробитие полностью соответствует карточке. Также в ЛД Т-54 не пробивают ракеты Х-25 и Х-29. Попы, аж зевнул. Далее на ВЛД Т-54 мы скинули ФАП-500, в которой заключена мощь 340 кг тротила против 135 кг Штурм Тигра. Но так как пробой ФАП-500 равен 99 мм, а в ЛД Т-54-100, Т-54 все так же остался непробитым. Аномальное пробитие Штурм Тигра также нельзя объяснить тем, что это кинетический пробой снаряда, так как пробитие под любыми углами примерно равно двум сотням миллиметров. Да и тот же КВ-2, имея большую кинетическую энергию снаряда, чем у Штурм Тигра, не получает надбавки даже в виде 15 мм, не говоря уже о 120 мм бонусного пробития Штурм Тигра. Также можно уверенно утверждать, что это именно осколочно-фугасное пробитие, а не хэш-пробитие, как у АВР, так как при пробитии срабатывает система продавливания, которая не работает при пробитии с помощью хэш-фугаса. Для тех, кто думает, что улитка каждому фугасу отдельно крутит пробитие, я сделал небольшой график. Синим цветом обозначено пробитие осколочно-фугасного боеприпаса, красным – мощность в тротиловом эквиваленте. Глядя на этот график, мы можем увидеть, что чем больше тротила, тем больше пробития, и нет ни одной аномалии, кроме Штурм Тигра. Если начать сравнивать, то для того, чтобы получить осколочно-фугасный пробой на 200 мм, Штурм Тигр должен иметь в каждом снаряде более полутора тонн тротила. Знаете, ситуация складывается, как в том самом анекдоте, где надо либо крестик снять, либо трусы надеть. То есть, либо Штурм Тигру пробитие скрутить до уровня того же РБТ, либо всем бабахам, всем огромным фугасам дать нормальное пробитие. А на этом все. Если было что-то непонятно, то задавайте вопросы в комментариях, я на них обязательно отвечу. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, если вы в чем-то со мной не согласны. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok